Улицы пусты, слышны только сигналы тревоги. Полиция немедленно направляет всех в убежище. Города по всему Тайваню закрываются на 30 минут для проведения общенациональных занятий по гражданской обороне. Эти учения крупнейшие в истории Тайваня. Как видите, движение на дорогах остановлено, и все должны отрабатывать порядок действий на случай воздушной тревоги. Жители Тайваня серьезно относятся к этим учениям в свете войны в Украине. Она послужила для страны тревожным сигналом на фоне угрозы со стороны Китая. Я думаю, учения необходимы. Мы должны быть готовы заранее. Благодаря учениям мы знаем, каким следовать инструкциям в случае войны. Я думаю, если бы правительство чаще проводило подобные тренинги, люди бы знали, как себя вести в чрезвычайной ситуации. Из-за войны в Украине мы хотим знать, где нам прятаться в случае нападения, например, где находится убежище на Тайване. Бригады скорой помощи и пожарных играют в этих учениях важную роль. Спасатели практикуются в тушении пожара после условной ракетной атаки. Власти Тайваня хотят максимально подготовить жителей к чрезвычайным ситуациям. Цель нынешних учений – отработать слаженные действия в условиях, приближенных к реальной войне. После учения мы проведем анализ и посмотрим, что стоило бы улучшить. Тренинги для гражданских и пятидневные военные учения проводились одновременно. С оглядкой на Украину. Пока резервисты роют траншеи под мостом и отрабатывают боевые действия в городе, военные корабли проводят манёвры в море. Президент Тайваня Цай Инвэнь наблюдала за учениями на эсминце ВМС. Эти учения продемонстрировали способность и решимость солдат Китайской республики защищать страну. Так продолжим упорно трудиться и вместе оберегать нашу родину. Угроза со стороны Китая побудила Тайвань начать подготовку к возможному нападению. Даже несмотря на заявление Пекина, что любая попытка Тайваня противостоять ему обречена на провал.